Карим Коженканович, коллеги, добрый день. Министр внутренних дел подробно рассказал о ситуации. Вчера в 7.30 вечера после заседания Совета Безопасности под председателем Ельбаса отменен был красный уровень террористической опасности. Сегодня уже по СМС-рассылкой населению мы давили желтый уровень террористической безопасности. В общем-то, все магазины, объекты общественные, они работают в штатном режиме, под усиленной охраной. Ситуация нормализовала, все под контролем. По поручению Ельбаса с утра было принято постановление Акимата и из местного бюджета на помощь близким, родным погибших выделяется по 15 миллионов тенге. Тем, кто ранен, из бюджета выделяется по 5 миллионов тенге. Сегодня с утра я посетил тех, кто лежит в больнице. Это больница скорой помощи и центральную городскую больницу номер 12. В больнице скорой помощи 5 человек и в центральной 2 человека. Как уже доложил министр внутренних дел, без 15 2, один из трех, который в тяжелом состоянии находится, скончался от полученных ранений. В целом ситуация стабильная. Мы сегодня посетили семью пострадавшего, Галиев Аяна, полицейского, который как раз таки четырьмя выстрелами остановил преступника. Со всеми родственниками мы на прямой связи оказывается психологическая помощь. Близкие родственники в больнице получили доступ, обеспечены питанием. Параллельно мы сегодня оказываем совместно с Акимом Алматинской области помощь. Многие из полицейских, они уроженцы Алматинской области. Троих близкие родственники забрали. Мои заместители туда направляются, Акимом Алматинской области дал поручение Акимам обеспечить похороны. Завтра в 10 утра в спорткомплексе Баланш-Улак мы тоже официальную панихиду проводим. Даем АС. Вся необходимая по поручению Ельбасы помощь будет оказана. Ситуация стабильная, все под контролем. Спасибо. Продолжение следует...